Что имел в виду Павел в Римлянам 1.16, говоря, что Евангелие — сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, затем и Эллину? Ну, очевидно, он делает различия между евреями и язычниками. Другими словами, среди обитателей земли существуют евреи и существуют язычники. И затем он говорит, что Евангелие, во-первых, для евреев. Но почему он говорит это? Разве он просто говорит о том, что исторически это началось с евреев? Нет, это что-то большее, потому что во второй главе послания к римлянам он объясняет то же самое в отношении благословений и суда, что Бог будет благословлять евреев, и Бог будет судить евреев первыми, а потом уже остальной мир. Другими словами, это вопрос ответственности. Речь не об особой привилегии, не о лицеприятии, но об ответственности. Но более того, это послание о еврейском мессии. Это послание о том, кто пришел исполнить то, что было написано Моисеем пророками. Это прежде всего послание для еврейского народа, а затем для всего мира. В течение многих столетий в фокусе почти полностью был остальной мир, а евреи были как бы не в фокусе трудов большинства церквей и миссий в плане благовестия. И дальше в большинстве семинарий еврейская апологетика не преподавалась. В них преподавалась любая другая апологетика. И это то, чего больше всего не хватало. Что касается нашего спасения, мы абсолютно одинаковы. В послании к Рилленам 10.12 сказано, что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его, для евреев или для язычников. Мы понимаем, что мы оправданы одинаково, спасены одинаково и любимы одинаково. Но есть приоритет. Это значит, что каждая церковь должна сделать своим приоритетом достижение евреев благовестью. Если в вашей среде нет евреев, вам стоит регулярно молиться за спасение Израиля и поддерживать служение, приоритетом которых является благовестие евреям. Потому что это все так же важно для Бога. И Иисус не вернется, пока еврейский Иерусалим не пригласит его вернуться. И пока обратное привитие еврейского народа на свою маслину не принесет жизни с мертвых, как пишет Павел в Римлянам 11. Благовестие евреям важно. Поставьте его на первое место.